На самом деле на тему нашего доклада меня натолкнула недавняя наша работа. Я начал работать со студией. Они будут там делать ребрендинг, там большая вообще такая работа. И человек, который этим занимается со стороны студии, в принципе, товарищ очень опытный, ему пришлось погружаться в хостинг. Что такое хостинг? И тут он неожиданно мне говорит, когда я ему начинаю рассказывать, вот есть такие тарифы, есть такие тарифы, есть такие тарифы. Он говорит, а я не знаю, в чем разница между там шарит хостинг, vps хостинг. Для меня все это одинаковый какой-то хостинг. Поэтому сегодня решили вот рассказать немножечко вообще, что бывает, какие типы там виртуализации, как с этим всем бороться, как выбирать. И еще практическое такое применение, как работать с технической поддержкой и так далее. Вот такие практические совершенно вопросы. Ну, представляю, ребят, Игорь расскажет сначала системную часть, а Артем потом за ним расскажет уже про техническую поддержку. Всем здравствуйте, меня зовут Игорь. Сразу же начнем. Как готовить хостинг? Итак, с чего мы начнем? Что-то он не хочет сегодня у нас. Может быть другой какой-то? Подожди ты. Вау. Дай ему подумать. Я пытаюсь. Ура, ура. Итак, основные виды хостинга. Вы все наверняка уже работали с ними. Наверняка и с шариком, с vps, vds. Наверняка дома какие-то виртуалки имеете на локальных серверах. Там, например, в том же самом виртуалбоксе. Итак, первый тип хостинга – это шарит хостинг и кластерный хостинг. В принципе, основная их специализация – это просто предоставить ресурсы для выполнения приложения в собственной среде. То есть предоставить вам PHP или Perl или какой-либо другой язык интерпретирования, на котором вы работаете, на котором написан сайт. И предоставить некий общий ресурс, в котором ваш сайт сможет работать. То есть предоставить место. Без каких-либо дополнительных вкусностей и подробностей. То есть у вас есть просто сайт и у вас есть просто место. В принципе, шарит хостинг сам по себе имеет довольно-таки интересную архитектуру. Он, как правило, не лимитируется никак. То есть абсолютно все клиенты на нем используют все ресурсы сервера в том порядке, в котором они их используют. То есть если есть большой сайт, который задействует много ресурсов, процессора, оперативной памяти, он их всех отъедает. И если же это пиковый ресурс, который всего есть на сервере, то другие сайты просто могут этот ресурс недополучить. Что отличает обыкновенную модель шарит хостинга от кластерных хостингов, облачных хостингов? Это то, что кластерные и облачные хостинги, как правило, имеют распределенную архитектуру. То есть это, как правило, несколько машин, несколько СХДшек, возможно, даже вычислительных нот. И внутри они могут иметь системы лимитирования, которые позволяют лимитировать вас по числу процессов, по количеству оперативной памяти и даже по разным определенным вызовам системным. Итак, перейдем с вами к VPS и VDS-серверам, что это такое и чем они отличаются. В принципе, есть два основных типа. VPS – это Virtual Private Server, так он звучит. То есть это отдельный готовый уже сервер на определенной операционной системе. Windows, Linux, MacOS может выступать в качестве платформы все, что угодно. Но этот сервер находится на одном железе с другими серверами других клиентов. И вполне возможно, они тоже имеют общие ресурсы с остальными. То есть такие ресурсы, как диск, такие ресурсы, как процессор. ВДС – это же все-таки точно такой же виртуальный сервер, но только dedicated. То есть VPS, которая раздута на размер всего сервера хардварного, на котором она находится целиком. То есть где у вас действительно полностью свой диск по-честному. И свой процессор, например. И выделенные сервера. То есть выделенный сервер – это, как правило, полностью железка без виртуализации, просто с доступами для управления собой. То есть, как правило, последнее требует навыков системного администрирования и хорошей такой прокачки у специалистов, который будет делать на таком сервере свой хостинг для себя. Ну что же, перейдем с вами дальше. В принципе, все сервера работают на разных системах виртуализации. В частности, на разных системах виртуализации работает и шарик хостинг, кластерный хостинг. То есть есть некоторые прослойки, которые позволяют виртуализировать, например, файловую систему. Да-да, пожалуйста. В выделенном железе виртуализация нужна для того, чтобы вы могли в крайнем случае либо расширить ресурсы вашего сервера. То есть вы создаете, когда виртуальный сервер внутри железки, вы полностью все ресурсы ему не выделяете. Вы оставляете некий процент, например, 15%, 10 из которых можно масштабировать, и остальные для обеспечения жизнеспособности самой VPS. То есть в случае, если у вас происходит некий оверкоммит, вы можете либо расширить свой ресурс, попросить об этом хостера, например, как правило, хостер в силах это сделать, либо если же на самом физическом сервере происходит какая-то авария, например, выгорают какие-то элементы самого сервера, вас можно перевести ваш виртуальный сервер на другой соседний стоящий физический сервер с точно такой же системой виртуализации, но с целым железом. То есть, например, начался сыпаться диск в рейде или реально выгорел один процессор, и сервер вот-вот не сможет справляться со своей прямой задачей. Поэтому нужна виртуализация даже на выделенных серверах. То есть это лишняя безопасность для себя. Да-да. Я бы вот тут добавил, что еще много всяких менеджмент-тулзов. То есть просто удобно управлять таким сервером. То есть вы его бэкапите. То есть бэкап в виде одного файла у вас лежит, всего сервера. То есть и таких вещей очень много. Поэтому это просто удобно. Не для того, что хостер зачем-то вам решил впарить еще виртуализацию. Большая часть из используемых виртуализаций, ну по крайней мере в России, они вообще бесплатные. Поэтому здесь это не прихоть хостера, а это именно удобство менеджмента. И особенно массового менеджмента. Ну почему можно? Давайте на эту тему мы сможем с вами поговорить отдельно, потому что у нас время ограничено. Кому интересно, могут подойти к нам, и мы вам все расскажем обязательно. Про различные виртуализации. Их бывает много. Бывает OpenWZ, Virtuose, KVM, VMware, Xen. Бывает, например, Solaris Containers. Очень много систем виртуализации. Ну и BSD-джейлы стандартные, конечно же, тоже системы виртуализации своего рода. Но все они разделяются на два больших типа. И о них мы вам сейчас тоже расскажем. В принципе, технология бывает аппаратная и бывает контейнерная виртуализация. Что вам дает аппаратная и контейнерная виртуализация? Как вы думаете? Вот, например, вы приобретаете два абсолютно одинаковых виртуальных сервера с одинаковыми ресурсами. На каждом из них, например, по гигабайту оперативной памяти, каждому из них отдано по два ядра процессора. Как вы думаете, на каком из серверов у вас будет больше ресурсов? На аппаратном. Скажите, пожалуйста, за счет чего? Ну, на самом деле все значительно проще. Честно, ресурсов у вас будет и там, и там одинаковое ровным счетом количество. Вопрос стоит в другом. Какие из этих ресурсов вы в действительности сможете использовать, а какие нет? Вот, например, на аппаратной виртуализации у вас возникнут следующие затраты. Это затраты на виртуализацию физического оборудования, виртуализацию интерфейсов. И далее, когда вы будете на него ставить операционную систему, Windows, Linux, FreeBSD, что угодно, у вас будет требоваться выделение статической оперативной памяти и ресурсов процессора на поддержание жизнедеятельности ядра системы, на поддержание жизнедеятельности файловой системы вашего сервера. А это, в ровном счетом, может отъесть от 5 мегабайт оперативной памяти до всех 300, в зависимости от того, какая операционная система у вас будет использоваться и что вы будете ставить. То есть в случае, если это будет с лаквария, конечно же, это будет 5 мегабайт. Но сейчас никто не ставит с лаквария на свои боевые сервера. Согласитесь. А виртуализация контейнерная берет все это на себя. То есть контейнер не управляет файловой системой внутри. Контейнер не управляет дисками, контейнер не управляет интерфейсами. То есть это все существует в внешнем слое виртуализации. И в контейнер единственное, что проброшено, это те ресурсы, которые ему нужны для работы и для разделения от других контейнеров. То есть в контейнере вы получите полностью гигабайт оперативной памяти. Ну, чуть-чуть меньше, я согласен. Но на хардварной виртуализации у вас будет отъедено значительно больше статических ресурсов, которые вы просто не сможете высвободить. Либо это будет занимать некоторое время. Что еще можно сказать о минусах и плюсах гипервизоров и контейнеров? Контейнерная система больше всего подвержена перерасходу ресурсов. Вот здесь единственный минус, который может поджидать. На гипервизоре достаточно сложно уверкомитить систему. Никто не будет создавать больше серверов, чем там просто можно создать. Можно порушить корневую систему. Контейнерная же виртуализация позволяет создавать значительно больше серверов и больше ресурсов выделять, при этом балансируя количество контейнеров между хардварными нодами и вовремя реагировать на это тоже стоит. Так, ну что же, перейдем дальше. Какой же выбор конкретно вам делать, это решать только вам. Но для веба как такового, когда вам нужно иметь интерпретатор, некие утилиты для конфигурирования и поддержания работы сайта, все же, наверное, лучше выбрать контейнерную виртуализацию и не заморачиваться с операционными системами, ихними архитектурами и так далее. Ну, это имхо, скорее всего. Так, здесь мы это просмотрели. Игорь, извините, я еще добавлю пару слов про контейнеры и гипервизоры. На самом деле технологии появились примерно одновременно в конце 90-х годов. И контейнеры, и гипервизоры тогда появились, но контейнеры, казалось бы, вроде как-то развиваются не очень круто. Но сейчас мы наблюдаем вообще полный ренессанс контейнерных технологий. Я просто прочно за этим, так сказать, наблюдаю сейчас со времен работы в Parallels. То есть оказалось, что весь там Facebook построен на контейнерах, что весь Google построен на контейнерах. И в том числе благодаря работе Parallels сейчас код, как бы поддержка нативная Unix системами, ну, Linux в частности, контейнеров, она уже в ядре системы сидит. Поэтому такие вещи, как Docker и прочие такие штуки, они, конечно, очень сильно сейчас облегчают и популяризируют вообще работу с контейнерами. И вот с моей точки зрения, это вообще такая суперская технология именно для веба. То есть у гипервизоров тоже, естественно, есть огромное количество плюсов, но они применимы в основном с моей точки зрения. Ну и как эта практика показывает, именно к такой корпоративной среде, когда вам нужны очень кастомные конфигурации. Например, в одной хардвардной машине иметь и Windows, и Linux, и PSD. Ну да, или просто разные версии Windows, например, там системы требуют, пожалуйста. На гипервизоре вы это сделаете, на контейнерах вы это сделать не сможете. Поэтому вот такие вещи, но одна другую не заменяет. На самом деле, если говорить про хостинг, у меня вот есть четкая статистика, Tire3, то есть порядка 95% вообще всех виртуальных машин в мире в области провайдинга, это именно контейнеры. То есть там порядка 5% между собой занимают остальные. Точнее не так, немножко обманул. То есть смотрите, 53% это контейнеры, потом порядка 40% это ZEN, который, собственно, гипервизорная технология. И только там оставшиеся, сколько там, порядка 7% делят между собой там KVM, VMware и Microsoft. То есть вот такое распределение примерно. Так, ну что же, мы подошли к, наверное, наиболее интересной части. Это как подготовить наиболее оптимальную среду или ее выбрать. Ну, во-первых, в первую очередь нужно разобраться, что же у нас все-таки за сайт, какие ресурсы он потребляет, что он требует от сервера. Ну, нужен ли ему, опять же, какое-то хардварное решение или достаточно контейнерной виртуализации или даже достаточно простого виртуального хостинга. Так, в первую очередь у нас есть некий сайт. Нам нужно, первое, посчитать, сколько ресурсов он потребляет и сколько запросов, например, сетевых делает при одном единственном вызове к какой-то одной странице. Посмотреть, сколько в этом при этом выделяется памяти физически, сколько требуется. Сколько операций записи чтения происходит с диском. То есть сколько файлов в этот момент подключается. Так, сделать несколько подходов по одновременно по 10, по 20, по 30, а то и по 100 запросов единовременно. То есть это даст некоторую статистику того, как ваш сайт использует ресурсы и как быстро и динамично он будет их выедать на сервере. Как можно сделать такую статистику, если самостоятельно, например, такого ресурса нет, то достаточно заказать такое тестирование у хостера. Большинство хостеров его делают, производят и дают какие-то реальные результаты. На этом основании вы сможете узнать, сколько же вам нужно памяти, сколько вам нужно процессора, какой сетевой стек нужно задействовать, то есть ширину канала, доступную для вашего сайта. И уже далее пробовать работать на этом сервере. Сам сервер при этом у вас должен быть по мощности примерно процентов на 15-20 мощнее, как минимум, чем потребляет ваш сайт, для того, чтобы вы в любой момент могли масштабироваться хотя бы процентов на 10, в случае, если на вас пошла большая нагрузка, большое количество запросов, ну или чтобы как-то суметь кэшироваться, например, чтобы у вас был в любом случае запас. Например, на виртуальном хостинге часто такого запаса может не быть. Слишком часто бывают случаи, когда многие хостеры, когда детектят высокую нагрузку, очень высокую, которая мешает работе всех остальных сайтов на сервере, просто берут и блокируют. Что же можно сказать про серверные компоненты? То есть при выборе виртуального сервера или виртуального хостинга также важно обращать внимание, что на нем установлено. То есть установлен ли там просто PHP интерпретация, или интерпретатор другого программного языка? Или какие-то дополнительные компоненты, которые помогают ему работать, помогают кэшировать байт-код, то есть на примере PHP. Я так полагаю, в основном веб-разработчики используют PHP, да? Кто-то другие языки использует? Какой? Ruby. Тоже замечательно. То есть для PHP есть много разных ускорителей, таких как APC, например, OpCash. Существует решение от Zend. Замечательно. Они также должны присутствовать. Они помогут вашему коду отрабатывать значительно быстрее. Помимо этого, желательно, чтобы на серверах присутствовали какие-то дополнительные компоненты. Например, на больших серверах это все-таки memcash. Он замечательно сможет ускорить работу вашей базы данных и всего сайта в целом. Также, наверное, это наличие распределенной структуры веб-серверов. То есть как минимум желательно иметь в наличии фронт-энд и бэк-энд веб-сервера, на которых вы также сможете лимитировать какие-то запросы или передавать их, например, на другой вообще сервер целиком. То есть делать кластеризацию. То есть на примере одного сервера это делать достаточно сложно, поскольку он очень быстро перегружается. Это касается в основном Apache, наверное. Про запас ресурсов мы с вами проговорили. Мониторинг. Конечно же, обязательно иметь в составе хостинга решение для мониторинга работы вашего сайта, по которому вы сможете отслеживать, всегда ли ваш сайт потребляет именно те ресурсы, которые есть на вашем сервере. Потому что возможны варианты, когда посещаемость такая, что ресурсов не хватает все-таки. Или же возникают какие-то ошибки работы, которые нужно как-то дополнительно тестировать и проверять, исправлять. Резервные копии. Что касается резервных копий, одно единственное оно. Та реальность, с которой мы сейчас работаем, часто упирается в то, не то чтобы часто, это, наверное, 99% клиентов хостингов хранят свои резервные копии на тех же серверах, на которых работают. И очень-очень часто, когда происходит выход сервера из строя или же просто буквально штатная ситуация, хостинг не оплачен, сервер был отключен в какое-то время, например, он был отключен 3 месяца, и тут специалист вспоминает, я же делал резервную копию, а резервной копии уже нету, сервер был удален, и резервная копия хранилась на этом сервере. То есть очень важно проработать тот вариант, чтобы резервные копии у вас хранились где угодно, но не на том же сервере, на котором они находятся. То есть дома, на другом соседнем сервере, на другом, там, например, у нас есть замечательное FTP-решение, то есть мы предоставляем дополнительные FTP-сервера, чтобы мы могли создавать резервные копии там. Вот, ну и, наверное, по окружению сервера все, что хотелось бы сказать в рамках этого доклада. Если у вас есть какие-то вопросы. Да, пожалуйста. У нас два гигабитных канала. Общие по хостингу, что касается гигабитного канала, именно на виртуальный сервер его можно организовать, но это будет в рамках подключения отдельного коммутатора к вашему серверу, собственно, к нему будет подводиться отдельный канал от нашего провайдера. Это у какого-то хостинг-провайдера или это… Это Хецнер. Ну что же, я расскажу, как работает Хецнер, как работают эти каналы. Дело в том, что в принципе сейчас сетевое оборудование позволяет прокидывать даже по 10 и по 100 гигабит непосредственно в какую-то в какую-то ВПС-ку. Но другой вопрос, что сможет ли ВПС-ка этот канал обработать. Если считать по мегабитам, то да, абсолютно верно. Вполне себе сервер может обработать. А если учитывать по количеству запросов считать, то есть, например, на сервер придет единовременно 1 миллион запросов. Ребят, давайте с вопросами чуть тогда повременим. Давайте мы отложим этот вопрос, можем пообсуждать отдельно. У нас очень мало времени осталось. Давайте перейдем к следующей нашей части. Я передаю микрофон моему коллеге. Пожалуйста. Ну, собственно, после того, как сервер настроен, веб-окружение вы выбрали и запустили свой сайт, начинаются некие проблемы и внутренние подводные камни. И здесь уже мы с вами начинаем взаимодействовать. То есть, клиентская поддержка является той прослойкой, которая стоит между инженерами, которые занимаются разработкой бэкэнда, и вами, как разработчиками, поддержкой самого веб-проекта. Ну и я составил небольшой рейтинг тех болезней, которые возникают у наших клиентов. Собственно, он выглядит в виде неких рецептов, которые, возможно, помогут вам не набивать не набивать те же шишки, что и набивают наши клиенты. Одна из частых причин обращения в техническую поддержку это ошибка 500. Или, в частности, 503 ошибка. Собственно, она возникает по причине, о которой мы говорили чуть ранее, о непродуманном подходе к проектированию проекта по нагрузке. Соответственно, если у вас сервер не выдерживает вашу посещаемость и вашу нагрузку, то вы можете наблюдать его нестабильную работу. Но нельзя ссылаться только на объемы ресурсов, ну, на физические ресурсы вашего сервера. Нужно также анализировать error lock ошибок, смотреть, что может являться причиной появления 500 ошибки и пытаться уменьшить, как всегда пытаться уменьшить объем оперативной памяти, употребляемой в вашем приложении. Для этого есть несколько рецептов. Можно попытаться отключить неиспользуемые модули PHP. Это на стороне самого веб-сервера. Можно провести анализ неиспользуемых модулей в самой CMS. И, соответственно, часть из них может быть временно выключить, если у вас посещаемость периодическая. Ну, например, какую-нибудь акцию на сайте запустили. Проанализировать access lock на предмет паразитной посещаемости. Возможно, на вашем сервере творится что-то неладное и здесь идет DDoS-атака, но в нее углубляться мы не будем, потому что это отдельная тема. Соответственно, могут также поисковики влиять достаточно на вашу производительность. И здесь можно настроить индексацию сайта. То есть некоторые каталоги не всегда необходимо индексировать. Для этого вы используете робот TXC. Ну и, собственно, посмотреть всю статистику потребления оперативной памяти, чтобы понять, на каком уровне возникает нагрузка. На уровне MySQL базы данных, на уровне PHP или на каком-либо из других сервисов, которые у вас крутятся на сервере. Дальше одной из частых причин обращения в нашу техническую поддержку это медленная работа сайта. Собственно, все пользуются метриками от Bittrex, благо они достаточно качественные и показывают те оценки производительности, которые ваш сервис сейчас выдает. Для того, чтобы ее поднять, необходимо провести все тесты, которые у нас доступны сами, ну, все тесты, которые у нас проработали сами разработчики Bittrex и выполнить все рекомендации. Довольно часто там причины лежат на поверхности, есть какие-то базы данных, есть какие-то таблицы, с которыми MySQL не справляется. Соответственно, мы можем посоветовать нашим клиентам часть таблиц перевести из InnoDB в MySAM, из MySAM наоборот в InnoDB в зависимости от того, как таблицы используются на вашем сайте. Далее мы можем еще проанализировать наш проект на специализированном внешнем ресурсе, такой, как веб-пэдж-тест. Он достаточно подробную статистику и метрику дает по соединениям. И, допустим, встречались клиенты, когда у нас сайт размещен у нас, а кэш, допустим, грузится с какого-то стороннего сервера. Все потому, что при переносе мы забыли там отредактировать какие-то параметры в DB-конах. Точнее, в PHP-интерфейсе, в настройках Bittrex. Соответственно, обращайте внимание на то, какие соединения генерит ваш сайт, чтобы понять вообще причина в вашем сервере или причина в том, что идет какая-то паразитная активность. Также можно выполнить вообще анализ пакетов, но это уже больше к хостинг-провайдеру. Соответственно, там используются системные инструменты по типу TCP-дамп. И провести анализ системных вызовов. На Linux это S-Trace. Соответственно, здесь уже более глубокая проработка той задачи, которая стоит перед нами. Это, скорее всего, вам в любом случае придется обращаться либо к администратору вашего сервера, либо к хостинг-провайдеру. После переноса сайтов сейчас проблем стало гораздо меньше, потому что Bittrex проработал систему переносов с помощью их скрипта. Но если переносы происходят руками, то есть обычно по FTP или SSH, то часто возникают проблемы на уровне прав, проблемы на уровне конфигов. Ну и, собственно, те настройки, которые есть в админке, они также могут не изменяться, что, в свою очередь, влечет ряд проблем ну и часть неработоспособности сайтов. Перед переносом мы рекомендуем также нашим клиентам сбрасывать кэш в Bittrex, чтобы не тащить за собой лишние файлы. И бэкапы, которые делает система бэкапирования Bittrex, также необходимо выгружать к себе на локальный компьютер. Это лишний раз вас обезопасит от каких-то непредвиденных ситуаций. Ну, собственно, когда у нас возникает проблема с правами, здесь чаще всего нужно обращать внимание на режим работы PHP. Соответственно, здесь нужно придерживаться правил, чтобы FTP-пользователи и файлы, которые создаются с помощью CMS, не конфликтовали друг с другом. Соответственно, здесь изменяйте режим работы PHP-интерпретатора с теми настройками, которые у вас используются в вашем сервере. Ну и одна из последних частых ошибок – это прерывание какого-либо скрипта. То есть в симптомах это вы видите на сайте кружок в браузере, который крутится-крутится, потом скрипт обрывается, и, собственно, загрузка заканчивается. Здесь проблема как раз уже в настройках вашего сервера. Вам необходимо править лимиты. Обычно это бывает из каких-то нестандартных решений, например, выгрузка из 1С, такие вещи можно обходить, можно использовать крон для того, чтобы у вас скрипты выполнялись не через веб-сервер, а через клои-интерфейс PHP-пишный. Ну и если у вас не получается каким-либо образом обойти те лимиты, которые есть на сервере, и вы используете WPS, то можно либо самостоятельно, либо обратившись в техническую поддержку, поправить все эти лимиты, выставить их в нужное значение. Но после того, как скрипт тяжеловесный отработал, необходимо все возвращать на место, иначе это негативно сказывается на производительности вашего сайта, ну и вашего сервера. Ну и последнее, это небольшой список примеров того, что может облегчить ваш диалог с технической поддержкой. Первое, это письма лучше, чем общение по телефону. Почему? Потому что по телефону часто информация воспринимается не так, и если есть какой-то набор конкретных инструкций, все равно их необходимо заново прописывать в почту. Пишите, ну здесь просьба к вам, писать максимально развернутое описание проблемы, указывать IP-адрес сервера, указывать имя домена, с которым происходит проблема. Потому что часто приходят заявки вида «все сломалось», «все не работает», «почините», «просим помощи» и прочее. Ну то есть понятное дело, что это пишет не технический нам специалист, а какой-то специалист более другого уровня. Но чем больше конкретизации вы прописываете в заявку, тем быстрее она обрабатывается, тем больше мы приходим с вами к общему пониманию. Также перед обращением проводите минимальный набор тестов техническую поддержку. Те же самые тесты Bittrex можно прогнать. Ознакомьтесь с новостной лентой провайдера. Возможно, проблема глобальная, возможно, что-то случилось, и они уже всех оповестили. Ну и последнее, это гнев не лучший способ донести информацию. Часто сталкиваемся с явным негативом со стороны клиентов, но оно и понятно, если что-то не работает, это всем не нравится. На этом все. Спасибо. Пока ребята переключают тут. Я просто вас всех зову на наш стенд, который вот здесь вот за углом. У нас там беспроигрышные такие билетики. То есть мы туда в эти билетики вложили, во-первых, 200 тысяч рублей просто на хостинг, то есть можно там до 10 тысяч рублей на хостинг выиграть, плюс там FTP-бэкапы, скидки на SSL и так далее. То есть билетики беспроигрышные. Ваша задача просто там взять, его заполнить. И что еще я хотел сказать? Не знаю, наверное, все. Давайте, если вопросы есть, да, пожалуйста. Да, кстати, вот следить, если вот, кстати, важный момент был. За такой новостной лентой. Лучше следить, конечно, у нас есть партнерка специально для партнеров Битрикса. У нас в Фейсбуке есть, есть наш Твиттер. То есть у нас была вот осенняя такая серия мощных очень дидосов. Но делать нечего, как бы мы их лечили какое-то время. Сейчас могу сказать, что вроде бы, скажем так, проблема полностью решена, решена, по крайней мере, до определенного гигантского уровня. Этого, я надеюсь, не повторится. Но тем не менее, все это сразу в Твиттере, в Фейсбуке это все видно. Вопросы? Ага, хорошо. Еще есть какие-то вопросы? Пока переключаются ребята? Нет? Все, а все, переключились. Спасибо еще раз, друзья. Спасибо.